Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. Сегодня в исламском мире сложилась такая обстановка, что как никогда мы обязаны теми знаниями, которые мы получаем, и теми действиями, которые мы совершаем, исламским ученым. Айатоллах Курбан Али Мухакки Кабули, который родился в 1928 году в Парване, Афганистана, является действительно одним из величайших ученых, который заслужил доверие и уважение мусульман во всем мире. И в свое время в священном городе Наджав получил фундаментальные исламские знания от таких великих ученых, как Айатоллах Абдул-Али Сабзевари, шейх Казим Табризи, Сейд Абдул-Хусейн Рашти, Мухаммад Таги Аль-Рази, шейх Садр, во шейх Мучтаба Талмаз. От этих великих ученых в городе Наджав получил фундаментальные исламские знания Айатоллах Мухакки Кабули. И после того, как он прибыл в город Кум, прибыл в Иран, в Иране он воспользовался в своем духовном развитии и научном развитии речами имама Хумейни. Потом учился в определенные периоды своей жизни у Айатоллы Хои и у Айатоллы Мухаммад Баагира Зан-Джани. Все перечисленные ученые являются теми учеными, которые оставили реальный вклад в исламские знания. И то, что Айатоллах Мухакки Кабули получил знания именно от них, показывает, что Айатоллах получал знания непосредственно из первого источника того времени. И после своего возвращения в Афганистан, не дадут братья, соврать, которые были в Афганистане, устроил огромную работу и провел огромную деятельность по распространению шиизма и по развитию шиитов на территории Афганистана. На этой неделе, конечно, все мы с вами находимся в скорбе. Все шииты мира, вне зависимости от того, в какой стране он находится, по смерти ученого. Все вы слышали в разных интерпретациях хадис о том, что смерть ученого подобна смерти мира. И сегодня, перед тем, как прийти на это мероприятие, изучая хадисы о значимости науки, знаний и ученого в жизни человека, я нашел более 16 аятов Корана и более 43 хадисов за несколько часов изучения этой темы по теме значимости ученого в исламском мире. Есть хадис от имама Саддака, что шайтан, целью которого является свести нас с правильного пути, так не боится тысячи поклоняющихся верующих, как боится одного ученого. Один исламский ученый, один человек, который посвятил свою жизнь изучению ислама и распространению ислама, имеет огромную и великую ценность для нас. Сегодня в исламской умме реально существует проблема. Проблема состоит в том, что мы относимся к исламским знаниям и к исламским ученым как к нечто обычному. Когда исламский ученый пытается донести нам об исламе, нам в одно ухо летает, в другое вылетает. К сожалению, в исламской умме сегодня сложилась такая ситуация. И если мы сегодня будем оценивать наше развитие и развитие мира, то мы находимся минимум на сто лет сзади от тех, кто развивался не по пути религии. И это связано с тем, что нам необходимо восполнить этот пробел в нашем сознании. Нам нужно понять, что если у нас есть такие ученые, как Аятулла Мухаки Кабули, те ученые, которые сегодня являются примерами для подражания Сейда Али Хамминеи, Аятулла Систани, это означает то, что Аллах нам дал благо изучения ислама. Аллах дал нам тех людей, которые посвятили свою жизнь изучению ислама и готовы донести его до нас. Ведь вы знаете, что в соответствии с Кораном, в соответствии с хадисами, одним из обязательных условий достижения совершенства человека, когда человек хочет достичь степени камал, является изучение исламских наук и познание религии. Ведь сегодня многие мусульмане в мире относятся к Корану лишь к книге, написанной на арабском языке, и знакомятся только с ее переводом, порой не понимая, что там написано. Великие исламские ученые говорят, что те, кто изучают Коран только по его оболочке, на самом деле не изучают его. Коран – это некое живое существо, я бы сказал. Хоть это и книга, неспособная Аллахом, она в себе носит некую жизнь, которую человеку необходимо познать. Ислам и Запад смотрят на научное развитие абсолютно с разных парадигм, что вносит в нас порой заблуждение. Многие ребята, которых я здесь вижу, учатся в университетах сегодня, и они со мной согласятся, что ислам и Запад смотрят на науку по-разному. Если сегодня гуманитарные науки Запада, такие как политика, социология, философия и иные науки, подобные этим, заложили в своей основе антирелигиозный принцип, то ислам говорит, что все науки, существующие в мире, на самом деле опираются на Коран и на божественное начало. Согласно нашему мировоззрению, наука и религия не могут развиваться отдельно. Знания человека и вера человека не могут существовать отдельно. Многие люди сегодня находятся в заблуждении, считают, что если человек верующий, то это препятствует его научному развитию. Многие заблудшие люди в некоторых странах, о которых мы все знаем, говорят, что посещение мечетей или посещение религиозных мероприятий мешает, препятствует развитию человека. Мы можем Кораном доказать, что это не рак. Кораном можно доказать, что любая наука, существующая в мире, опирается на глубинные основы Корана. Мы говорим, что любая наука, которая есть, исходит из основ религии. Любое знание, которое мы получаем, на самом деле поощряется религией. И ту религию, которую мы познаем, те знания, которые мы получаем из священного Корана, и то представление, которое мы имеем о мире, о человеке, о единобожии, о божественной воле, о предопределении в нашей жизни, все моменты, которые мы считаем религиозными, а на самом деле являются научными и лежат в основе многих наук. Исламская философия, исламский мистицизм — это науки, которые сами являются альтернативой гуманитарных наук, которые существуют сегодня в мире. Нам необходимо понимать, что если мы с вами поставили цель изучить общество, мы не должны изучить общество отдельно от религии. Мы должны его изучить посредством религии. Почему такие ученые, как Айатуллах Кабули, достигли успеха в своей деятельности? Почему их слово носит действительно ценность в исламском мире? Потому что они поняли, что все науки, которые существуют в мире, они взаимосвязаны между собой. Все марджа и таглид, которые у нас были и есть сегодня, они сочетали один важнейший, фундаментальный и главнейший принцип, что все знания, которые существуют в мире, исходят из религии. И опорой их является религия. Сегодня, если мы возьмем фундаментом знаний, которые мы получаем, религию, то мы достигнем наибольшего успеха. И этому подтверждение эпохи исламского пробуждения, которые были в мире. Эпоха исламского пробуждения, которая есть сегодня. Исламские знания, они являются двигателем прогресса. Те люди, которые получают исламские знания, должны стать в нашей жизни фундаментальными, самыми ценными людьми в нашей жизни. Мы сегодня ценим людей, слушаем речи тех людей, которые нам рассказывают в мире о том, что происходит, о политике и так далее. У всех нас на телефонах мы читаем новости и так далее. Но речи исламских ученых, мы к ним относимся как лишь речи муллы в мечети. Мы не пытаемся перенести слова исламских ученых, которые доносят они до нас, на нашу повседневную жизнь. И это препятствует нашему духовному развитию. Если великие марджа от Таглид достигли результата, то они его достигли следующим образом. Основой своего духовного развития они поставили повседневную реализацию того, что они получили в исламе. Если в мечети аятуллах или ученый нам сказал о том, что в Коране сказано так-то, нужно делать так-то, это для меня является сигналом, то, что я должен выйти из этой двери и делать так. Если действительно слова исламских ученых станут для человека путеводителя, ведь слова исламских ученых — это те слова, которые они доносят до нас, объясняют, раскрывают смысл того, что нам сказали наши непорочные. Если это действительно станет очагом в нашей жизни, духовным наставником в нашей жизни, мы действительно сможем развиваться. Посмотрите внимательно. Молодое поколение ученых исламских, которые сегодня учатся в Куме, делится на две категории. Даже когда люди приезжают читать хутбы в разные страны мира, мы видим очень большую взаимосвязь. Очень большую разницу между теми хутбами, которые сочетают в себе мировые знания и религиозные знания, и между теми хутбами, которые опираются либо только на религиозном, либо только на мировом знании. Вы могли заметить, что только та речь, которая ниткой логики связывает и мировые науки, и религиозные, и показывает то, что действительно в религии заключены все смыслы, которые необходимы в нашей жизни. Эти речи оставляют отблеск в нашей душе. Все вы слышали о ученом, в честь которого мы сегодня собрались. Но я каждому из нас задам вопрос, в том числе он относится ко мне. Сколько знаний в своей жизни получил Айтоллах Кабули? Сколько знаний он донес до мира посредством своих знаний? И третий вопрос, который касается нас, сколько из этих знаний мы получили? Если последовательно отвечать на каждый вопрос, доля становится меньше, меньше и меньше. Они получили огромный пласт знаний, часть из этого огромного пласта распространили среди шиитов мира, и только малой частью мы с вами воспользовались. Система Хусайния, которая есть в городе, система религиозного пробуждения и религиозной пропаганды, которая выстроена в городах и странах, имеет собой единую цель. Комплексное просвещение исламской уммы. Мы не можем существовать отдельно от друг друга. Если люди сегодня говорят, что этот ученый относится к тому-то народу, этот ученый относится к той-то стране, этот ученый относится к той-то мечети, и его слова относятся только к тем, которые находятся там, это является нашим большим заблуждением, потому что у всех людей, которые распространяют ислам в мире, есть единая цель – донести ислам такой, как он есть, до нас. Мы прожили с вами, каждый из нас, определенное количество лет своей жизни. Но необходимо понимать, провели ли мы их с пользой. Аллах нас создал для того, чтобы мы достигли совершенства. Для того, чтобы мы достигли совершенства, он дал нам формулу – познавайте Аллаха, познавайте его религию. А путем познания его религии появляется получение знаний об исламе. Если обратиться к Корану, о том, что мы с вами говорили, есть внутреннее и внешнее понимание Корана. То, что мы сказали, что не думайте, это только книга, в которой нам нужны только переводы. Один из исламских ученых сравнил. Он говорит, что те, кто изучает Коран только по его внешнему облику, это подобно тому, как сатана, шайтан, воззрел на Адама, чисто на внешний облик, и сказал, что он из глины, я из огня, огонь лучше, чем глина, и впал в заблуждение. Точно так же поверхностное изучение ислама может вывести человека с правильного пути. Почему мы сегодня видим, что те течения, которые распространяют неправильный ислам, те течения, которые пытаются подрывать единство между мусульманами мира, те течения, которые пытаются оскорблять или унижать каким-то образом другие исламские течения, те религиозные деятели, скажем так в кавычках, которые доносят нам ислам только в той мере, которая выгодна им. Все эти люди сегодня работают, и поверьте мне, работают очень сильно для того, чтобы свести нас с правильного пути. Путем того, чтобы остаться на правильном пути, на пути истинного ислама, является познание религии. Человек должен закреплять свое убеждение, закреплять свою веру и закреплять свои знания. Ученые 90 лет прожили и распространяли ислам с единой целью, чтобы оставить убеждение в сердцах шиитов, убеждение в верности их пути, убеждение в том, что те знания, которые являются фундаментом их поведения, действительно являются верными. Все покойные ученые, все аятоллы, все марджа от таглит имели собой главную цель, что если к моему последователю, к последователю непорочного семейства, который пользовался моими знаниями, который приходил и слушал меня, говорят великие ученые, если им зададут вопрос, они смогут на него ответить. Если им зададут провокационный вопрос, который может свести их с правильного пути, они не поддадутся этой провокации и смогут понять, что их пытаются свести с правильного пути. Ислам своей целью и Коран имеет с собой понимание. Тафаккор. Сколько раз употребляется это слово в Коране? О, люди, размышляйте. Даже в Суре Юсуф, когда говорится, мы не спослали Коран на арабском языке, чтобы вы поразмыслили, использовали свое мышление в познании исламской религии. Всевышний в священном Коране и священных хадисах простым и доступным языком для человека говорится, что разные люди понимают Коран по-разному. Тот человек, который пытается понять Коран, тот человек, который изучает коранические науки, чтобы всеобъемлюще понять Коран, он понимает Коран больше. И кому доступно совершенное понимание священной книги? Совершенное понимание Корана доступно совершенному человеку. Согласитесь с таким философским тезисом, что ограниченный не может объять неограниченное. Согласны? Если человек ограничен в своем мышлении, неограниченное знание он не сможет получить. Совершенный неограниченный человек является целью, которую заложил Аллах в человека. Люди должны достичь совершенства и познавать исламскую религию. Должны понимать Коран таким, какой он есть, чтобы понять истину неспослания. Годы проходят, тысячелетия уже насчитываются с того момента, как неспослан Коран. Каждый день, когда мы читаем Коран, мы понимаем новые значения. Почему так происходит? Потому что человек, приходя сюда и узнавая о религии, получив новое знание, прочитав этот ряд еще раз, может его понять по-другому. И в течение всей жизни человека происходит так. Если человек заложил с его целью совершенства, то он обязательно будет двигаться на этом пути и получать исламские знания. Не буду углубляться в хадисы и толкование дуа, которые делают непорочные о том, чтобы Аллах дал нам знания. Скажу единственную фундаментальную мысль, которая является тезисом нашего сегодняшнего мероприятия. Аллах одарил нас великим благом, великой милостью того, что у нас есть система религиозного пробуждения. Огромное спасибо. Да, удостоит Аллах великой награды тех ученых, которые сделали это для нас, в том числе от Аллу Кабули. Это исламское пробуждение, основу которого они заложили, мы с вами обязаны продолжить. В одной из своих речей Айе Ак-Пагей Джиддис сказал, что имам подобен Каабе. Если Аллах важнейшим деянием в жизни человека сделал тавав Каабе, то имам является тем, кому нужно ходить и получать знания для того, чтобы развиваться, для того, чтобы быть на пути Аллаха. Сегодня, когда имам находится в сокрытии, это очень важная мысль, обратите внимание, его дело выполняют исламские ученые. Его дело выполняют те, кто изучил ислам и распространяет ислам. Одна просьба с этих мероприятий, которая должна до нас найти, что сегодня те, кто распространяет ислам, не побоюсь этого слова, являются Каабой изучения человека, Каабой познания ислама человека. Каабы не в прямом смысле, что они равнозначны с Каабой. Нет. Исламские ученые являются тем местом, к которому человеку нужно обращаться для того, чтобы получать исламские знания. Смерть исламских ученых показывает нам то, что Аллах дает нам благо распространения ислама. Аллах дает нам благо познания ислама, но через некоторое время Аллах прекращает это благо. И воспользовались мы или не воспользовались уже на нашей ответственности. Человеку необходимо понять, что ислам это религия науки, ислам это религия знаний. Тот ислам, который есть у людей без знаний, он приведет его непосредственно в неправильное течение. Если мусульманин получит знания, он придет к совершенству. Если мусульманин будет далек от знаний, он уйдет от совершенства. Ислам является религией совершенной, в которой фундаментом является познание. Фундаментальным органом в жизни человека является человеческий мозг. И все мыслительные процессы, которые происходят в нем, являются величайшим благом Аллаха, который дал он человеку. Поэтому нам необходимо с вами стремиться познать религию Всевышнего Аллаха, познать Коран и познать хадисы. Те ученые, которые покинули этот мир, оставили хак, оставили нам одну обязанность, которую мы обязательно должны реализовать. Если мы с вами не продолжим изучать ислам, если мы с вами не будем получать исламские знания, получается то, что мы неуважительно отнесемся к памяти великого ученого, который покинул этот мир. Поэтому я желаю от Аллаха, чтобы дальнейшим тезисом в нашей жизни являлось познание его религии. И пусть Аллах нас сделает из тех, кто является последователями истинного пути. Ассаламу алейкум ва рахмат Аллах и ва баракат.